дорогие наши маленькие взрослые и старенькие друзья перед нами книга познавай библию она рассчитана на 365 дней каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю которую бог через слух своих записал на страницах библии божьих вам благословений суд восьмой саранча господь продолжал делать великие чудеса в египте чтобы моисей и народ израильский видели и навсегда запомнили его силу и могущество по повелению господа моисей и аарон пришли к фараона и сказали так говорит господь если не отпустишь народа моего то я завтра наведу саранчу на твою область она покроет всю землю когда рабы фараона услышали эти слова они пришли в ужас долго ли он будет мучить нас отпусти этих людей неужели ты еще не видишь что египет гибнет кричали они хорошо я отпущу израильтян кто с вами пойдет спросил фараон у моисея пойдут все и старые и малые и скот наш когда фараон услышал это он возмутился у вас плохие намерения и приказал своим слугам выгнать моисея и аарона тогда по слову бога моисей поднял свой посох и начался сильный ветер он принес на землю множество саранчи она покрыла всю землю и поела всю траву все плоды и листья на деревьях которые уцелели от града во всей земле египетской не осталось никакой зелени фараон поспешно позвал моисея с аароном и сказал им я виноват попросите господа чтобы он избавил меня и народ мой от смерти тогда бог послал сильный ветер с другой стороны который унес всю саранчу и выбросил ее в красное море бог освободил египет от саранчи но фараон опять отказался отпустить божий народ для чего господь продолжал делать чудеса в египте о чем попросили рабы фараона каким было следующее божие наказание спасибо за просмотр!